Оказать помощь больному человеку значит спасти его жизнь. Нередко это спасение зависит от посторонних людей, которые оказались рядом. Для таких случаев выпускаются браслеты с QR-кодом. Их получили уже многие одесситы. Выдача спасательных браслетов едва ли не единственный относительно удачный проект доросской администрации в рамках программы «Общественный бюджет». Браслетами бесплатно обеспечиваются горожане поджилого возраста и страдающие рядом хронических заболеваний. Их уже получили члены 18 организаций инвалидов, в том числе областного товарищества «Глухих». Под QR-кодом внесены данные о хозяине. После сканирования смартфоном их можно использовать для оказания помощи в экстренных ситуациях. Браслеты. Это для «Глухих» я не знаю. Понимаете, для «Глухих» по дороге станет плохо. Переводчика рядом нет. Врач подойдет, начинает вашество. Никак. А тут она сканировала. Там даже что? Какие у нее аллергия, каких лекарств. Какие болезни, группа крови. Даже адрес, телефон. Кому можно позвонить, вызвать. Вы представляете, что это для «Глухого». Нам выделили 160 штук. Это для нас очень мало. Желающих очень много. Но мы сейчас даем в основном пенсионерам. К сожалению, реализацию хорошей идеи городские чиновники не довели до конца. Браслетов заказано совсем мало. 660 штук. Планировалось произвести полторы тысячи. Но в связи с какими-то техническими сложностями, объем заказа уменьшили более чем вдвое. Кто-то не сумел найти производителя, способного выполнить заказ полностью. Распределение затрат вызывает как минимум недоумение. 660 браслетов стоит 62 тысячи гривен. На изготовление макета изделия и открыток, информационных листовок и проведение обучающего семинара для пользователей потрачено 77 тысяч. Все сопутствующие затраты оказались больше стоимости самого изделия. Александр Виноградов, Юрий Шинкаренко, телекомпания КРУ.